На этом уроке мы поговорим о значениях породы Аф'ала. Одним из основных значений этой породы является Ат-Та'диету, переходность. То есть путём преобразования трёх буквенного глагола в породе Аф'ала, непереходный глагол становится переходным к одному маф'улю биги, прямому дополнению. Например, Ах-Харжа вышел и Ах-Харжа вывел, выпроводил. Каада сел, Акаада посадил, усадил. Загаба ушёл, Азагаба заставил уйти и так далее. Но если трёх буквенный глагол является в основе переходным, то путём преобразования в породу Аф'ала, то есть путём добавления Хамза в начале, он уже становится переходным к двум маф'улю биги, к двум прямым дополнениям. Например, Фахимту д-дарса я понял урок, и Афхамту мухаммада нид-дарса я дал понять, то есть объяснил Мухаммаду урок. Шамамту я понюхал, и Ашмамту я дал понюхать. Ракиба сел на какой-либо транспорт, и Аркаба, и посадил, усадил, посадил в мыши, например. Кара читал, Акра заставил читать, учил. А если же глагол в основе был переходным к двум маф'улю биги, прямым дополнениям, то путём перевода в эту породу он уже становится переходным к трём маф'улю биги, к трём прямым дополнениям, но такое явление бывает редко. Например, Алимту Зейдан Кариман, я знал Зейда щедрым, или знал, что Зейд щедрый. И А'ламту Мухаммадан Зейдан Кариман, я дал знать Мухаммаду, то есть уведомил Мухаммаду о том, что Зейд щедрый. Так в Коране мы читаем. Казалика юрийхимуллаху амалахум хасаратин алейхим. Вторая сура, 167-й аят. Так покажет им Аллах, их деяния на сожаление для них. Юрийхим, хум это первый маф'улю биги, амала второй маф'улю, хасаратин третий. Второе значение это Алис Тегонау, замена трехбуковных глаголу. Таким образом, что четырехбуковный глагол по пророде Аф'ала используется вместо трехбуковного, а трехбуковный глагол не приходит в данном значении. Например, глагол А'ксама – поклялся. Если взять трехбуковный глагол корен Касама, мы увидим, что он не указывает на данное значение, значение поклялся, на которое указывает глагол А'ксама. Касама переводится как делительные части. Таким образом, хотя буквы здесь совпадают, но смыслы совсем разные. И глагол «Аксама» заменяет собой трёх букв на глагол с таким же смыслом. Таким образом, что его просто нет с таким корнем и в этом значении. Другие примеры. «Аллама» – потемнел, стал тёмным. «Афальха» – преуспел. «Афальха» – начал, обнаружил. Все эти глаголы употребляются вместо трёх буквных глаголов в данных значениях. Третье значение – прямо противоположное первому. То есть, если мы сказали, что трёх буквный глагол при переводе в породу «Афальха» становится непереходным, то иногда дело обстоит прямо наоборот. То есть, глагол, который перевели в породу «Афальха», становится непереходным. Хотя это бывает не так часто. В этом случае прослеживается «Аль-Мутава» – результат действия, как следствие воздействия переходного глагола. Например, «Кабба» – опрокинул на лицо, лицом вниз. И «Акабба» – в основе «Акбаба» – опрокинулся лицом вниз. «Каша» – рассеял, «Акша» – рассеялся. «Насаларриша» – ущипывать, выдёргивать перья и «Ансалат» – линять, выпадать о перьях. «Назафальби'ро» – учерпывать воду из колодца и «Анзафа» – истощаться воде, исчерпываться, заканчиваться. Четвёртое значение – «Аль-Изалату» – устранение, удаление. Удаление того, на что указывает корень данного глагола. Например, «Аказайтуль айна» – «я удалил сыринку из глаза». Значит, «Аказа» – это «Азальтуль казата» – удалил, убрал сыринку. «Ашкайтуха» – я устранил его жалобу. «Аджамту» – «Аджама» – ставить точки над или под буквами для различия. «Аджама» – то есть «Азалалтуль аджмату» – устранил неясность из-за отсутствия различительных точек. Остановимся на этом и продолжим, иншаллах, на следующем уроке.